Процедура будет длиться около месяца, после чего в течение 60 дней перевозчик-победитель должен начать работу. А сразу после проведения конкурса подтвердить свою состоятельность, представить подвижной состав для проверки. Автобусы желательно новые, отвечающие всем требованиям безопасности. Вот залог успеха победы. В углу, как я уже говорил, ставится безопасность пассажиров, безопасность дорожного движения. То есть это обновление подвижного состава. Это самое большое, за критерий, который перевозчик больше всего получит баллов, что автобусы, мы в критериях написали, что автобусы должны быть средней вместимости, не малой, как сейчас в основном пассажировке, а средней вместимости. Они более доступны и для населения маломобильных групп, потому что вот все такие автобусы, они сейчас могут оборудоваться подъемниками для инвалидов. Или, ну естественно, там кто сможет, там они есть и, так сказать, полу-низкопольные, но это все зависит от суммы и возможности. Напомним, что в этом году конкурс проходит параллельно с обсуждением транспортной реформы, которая, по мнению многих перевозчиков, работающих сегодня на маршрутах, пока сырая. Между тем, никуда не денешь и проблемы, которые связаны с обновлением парков. Но сегодня это тоже достаточно затратно, и для начала нужно определиться с тарифами на проезд. Этот фактор является основополагающим, считают перевозчики. На пресс-подходе директор профильного департамента предостерегает, мол, время зарабатывать на перевозках уже ушло, теперь надо отдавать, а не получать. Той дикой прибыли, которая была, когда покупался автобус за миллион триста, как его называют, железяка, и сейчас, когда он стоит около четырех миллионов, ну, конечно, его покупаемость будет, так сказать, по времени растянута. Это порядка, ну, наверное, пяти-шести лет. Что касается возможного повышения цен на проезд, то сегодня городская администрация консультируется по этому поводу с областным правительством. Антон Гайн Василий Низов, Объективно, ННТВ.